Почему вы упомянули там среди новых направлений в лагерях на свободных электронах? У меня известно по крайней мере 5 работающих таких лагерях Нет, на взрывах, они имеют медицину Вот, именно в медицине Потому что там развивается большое направление, связанное не только с тем, что будет махроматическим А в том, что он будет когерентным Да, это... Но это пока только научный исследователь Нет, нет, нет В Гренобле уже 10 лет работает госпиталь, который делается в режиме, так сказать, в реального времени Ангиография сердца, можно сказать Это делается только благодаря медицинскому Именно революционной энтероскопии Которая возможна только на конкурентных пучках Это сделано на сентротронном кольце, естественно, или, так сказать Ну, я вообще, я о чем говорю? Я, чтобы вы меня поняли правильно Вот у нас в России три центра подготовленной лучевой терапии Но их в мире называют экспериментальными Почему? Потому что центр, который не считается экспериментальным Он уже создан непосредственно в госпитале В госпитале? В госпитале непосредственно, да? В госпитале приходят В госпитале приходят Кто считает, что это притерри У Хорошкова прошло А вот лечение Я не помню, было около пяти тысяч больных Так? Около пяти тысяч Вот, но тем не менее, если посмотреть по мировому каталогу То все равно центр, хотя он создан 67-го года И он все равно откроется экспериментальным центром Потому что, вот, сейчас, основной центр Все-таки такие центры создавать уже непосредственно в госпитале Это вот, я говорю, что это называется Неспредитальный Да Знаю, вот это Есть В Японии очень много, да В Японии очень много установок Причем там совершенно уникальные установки В электронах вы упомянули Я знаю, что в Курчатском институте Такие работы проводятся На очень положенных электронах Прямо там по трубочке Куда заводят Куда надо На том совете Как я выполняю В этой защите была Но после Я знаю, что здесь работает очень хорошо Вы считаете конспективы действовать? Вы знаете По нейтронам Вы, наверное, видите Даже вот те слайги, которые я готовил Там не было написано потребности Почему? Потому что, анализируя данные Потому что в мире говорят Они пишут что Столько там в Японии Столько там в этой стране Но Не указывают, что это метод Который обязательно должен Конкурировать с методами Протонной Ионной Лучевой терапии Понимаете? Пока это, опять же Даже в Японии В медицинских центрах Это экспериментальный характер Пока Это перспектива Ученые говорят Да, перспектива Но Еще нам надо врачей убедить Понимаете? Врачей Когда убедят Тогда это уже пошло По широкому кругу Так же как протоны Протоны В 60-70-е годы Они сугубо экспериментально использовались Даже Пионы использовали Пионы Но Эти установки Примерно 10-20 лет Они на себе Экспериментальный характер А сейчас Протоны пошли по всему миру Мир признал Понимаете? Сейчас Вот у нас начинают строиться Во многих странах Намного быстрее Это все строится Чем у нас У нас Но я думаю Что в будущем У нейтронов Своя ниша точно есть Вот Общаясь с физиками Общаясь с врачами Вот Эта ниша существует Где нейтроны Будут превосходить Потому что Есть виды опыта Есть виды опыта Резистент Которые Очень устойчивы При облучении И электронами И фотонами Подробнее Понимаете? А нейтроны Нейтроны Там дают Вот Это пока идет Экспериментальный характер Но я думаю Что в будущем Это точно будет использоваться